Последний месяц лета – пляж на берегу Северского Донца. Люди плещутся в реке или загорают. Из привычной картины выбивается лишь прибрежная гора из растения, напоминающего капусту. Каждое утро отдыхающие вылавливают зелёные плавучие острова, чтобы искупаться. И так уже второе лето подряд. С наступлением жары доселе невиданное в наших краях пистия активно захватывает реку. Вот взяли, расчистили, да и всё. Там перетянули перед тем пляжем, перетянули трос на всё. И вот целый остров всё. То есть, что меньше попадает. Хотя пистия пока не приносит очевидного вреда, местные жители не скрывают того, что экзотического сорняка они опасаются. Если он так всё это будет, оно ж и жирность вымерзает и всё. Ну, пропадает. Марина Лунгу, старший научный сотрудник НИИ экологических проблем, утверждает. Для местной подводной и надводной флоры и фауны тропический гость действительно может стать серьёзной проблемой. Если нечищена река, если есть поваленные деревья, там вот начинается скопление и потом просто полностью затеняется. Вода в свет не проникает. И вот там могут быть локальные негативные влияния, типа гибель организмов живых, микроскопических и макроскопических. Их и рыбы за морем могут быть, потому что там может ухудшаться кислородный режим и не поступает свет. Впрочем, пока застоев практически нет, уверяет специалист. Выручает сильное течение. А в некоторых местах, оккупированных пистией, как ни странно, наблюдается даже улучшение качества воды. Александр Зазуля, начальник отдела охраны земельных и водных ресурсов Департамента экологии и природных ресурсов ХУГА, говорит, в областной администрации вопрос пистии уже обсуждается. Нами подготовлены материалы для выделения 70 тысяч гривен из областного фонда охраны на околочное и природное средовище для мониторинга состояния речки Севский Донец, его гидрохимических показателей, развития пистии. На прошлой сессии облсовета депутаты утвердили решение о выделении денег на расчистку Северского Донца в его самых проблемных местах – в Змеевском районе и у поселка Исхар Чугуевского района. Там пистия покрывает почти всю поверхность воды. А пока специалисты готовятся к расчистке, с тропическим сорняком борются уже проверенным механическим способом. Возле Исхаровской ГЭС установили боновые заграждения. Они задерживают растения, а далее его изымают из воды. Вот только жалуются чиновники, в последнее время любители катаний на лодках часто рвут эти заграждения. Елена Саблина, Владимир Борох, Агентство телевидения Новости.